скажи всем доброе утро тось доброе утро девчонки еще спят а там игрушки не надо теперь эти игрушки мы сейчас собираться будем вставайте дочь дариночка вставай маленькая вставай доча таня вставай рисовали или что делали накидали все опять дотя давай в садик пойдем он ножка шевелится значит не спишь давайте вставай куколь давай давай сегодня же библиотеку пойдете вас на автобусе большом повезут как школьников библиотеку еще будет сегодня у них какой-то спектакль дед мороз и новый год может новому году подготовка скажи дарька всем привет лохматая ну ничего да сейчас делаем прически полагается доченьки носочки мы одеваем один раз в день сразу потом стирку носки в стирку алина алина забила первая зубы чистить ягу первая забыла забила очередь зубы чистить у нас тут очередь всегда белье плохо сохнет куртки уже все стираю так носки детям высохли на печку ставила себе постирала тоже высохла уже ну все а это у нас тоже то есть ой тише там тоже это тише ходит тоже буду умываться придется мне самой показывать как мы варим наш быстросуп он очень подойдет студентам варить как бы по-быстрому у нас тут крышка сломалась надо поменять в общем первым делом я наливаю воду наливаю воду и включаю плиту у нас газа нет у нас только электричество вот вода стоит и можно идти заниматься остальными делами достаем курицу у меня курицы можно сказать нет потому что я не купила у меня тут перец и свинина лежит осталось после последняя половинка грудки вот мы ее сейчас и используем конечно знала что у меня только последняя курица поэтому мы ее и готовим суп можно даже с половиной грудки и второе приготовить у нас сегодня суп в общем разогреваем и оставлю на одну минуту потом переворачиваю еще на одну минуту и такой знаете вот чуть-чуть только размороженной что можно резать курица у меня там размораживается а я пойду чистить овощи для супа учился мое место у меня есть специальное ведро в которую мы моем картошку чтобы варить куром и я в ней чищу картошку там картошка морковка и вот лук лежит пока у меня там вода закипает курицу на одну минуту и нормально она сейчас полежит и она прям мягенькая станет но не совсем такая крепенькая удобно будет очень резать сейчас пойду начищем овощи вот вода у меня закипела здесь картошку я промыла на несколько раз я ее крашу помельче потому что дети я не люблю когда они начинают эту картошку всегда резать ее там в общем здесь вот 8 штучек у меня картошек я варю ее 20 минут сейчас немножко начинает закипать и можно будет пенку еще снять картофелин здесь вот лук морковь тоже помыла и курица моя уже разморозилась я говорю она не совсем вот прям твердоватая хорошая резать ее будет очень удобно включаем плитку буду немножко солью вот на этой плите мы сейчас будем жарить сначала мясо почти готовое будет вот когда мясо будет почти почти готово это только тогда я добавляю резанный лук и морковь тру на терке но я потом покажу до забыла добавить когда курицу мы разделываем мы ее не моем просто разделали по кусочкам полностью ее все разбираем краем и кладем в морозилку а вот когда готовить тогда я ее обмываю вот она сейчас ее обмою и уже потом буду жарить масса растительно здесь надо немного вот так примерно чтобы суп был не сильно жирный картошка закипела мясо я тоже порезала но бывает такое что я косточки убираю но этот раз я решила все вот полностью пол грудки по и довольно таки крупный круг довольно таки крупная луковица но я добавлю только после того как мясо почти будет готово машинка у меня там стирает так будет вот я уже добавила лук и вот кипит 5 минут только еще нужно покипеть ему минут 15 только после этого я добавлю макаронные изделия вот когда лук будет уже почти почти как бы вот уже да он становится прозрачным и можно добавлять морковь когда я добавляю морковь я сразу солю и перчу вообще бывают такие времена и они бывают у всех там день до зарплаты 2 до зарплаты бывает даже я обжариваю чисто спинки вот беру вот спинку и разрезаю на кусочки и тоже она конечно есть там в этой спинке нечего но суп получается вкусный я говорю что это вообще очень удобно например студентам сделал там поменьше бывало такое что даже спинок мы готовили ну я бывает их зажариваю я люблю знаете как семечки погрызть чтоб они прям сильно зажарятся и были и вот поджарку когда я делаю я стараюсь ее прям чуть-чуть пережарить чтоб она была прямо как будто как пережаренная и у меня времени уйдет на то чтобы приготовить суп минут 40 ну конечно можно в чайнике воду скипятить заранее воду для приготовления я беру вот фильтра я не помню говорила не говорила что у нас был сломался этот фильтр но так вот картошка у меня 20 минут покипела но я еще белье вешала немножко больше ушло добавила я сюда добавила немножко на 4 поставила на 5 добавила макароны я стараюсь небольшие макароны добавлять если нет у меня небольших то я спагетти ломаю кусочки добавляем и вот уже добавила сюда я поджарку мою посолила соли добавляю меньше потому что поджарка соленая мясо соленое уже все и 2 лавровых листа я люблю лавровый лист я везде добавляю вот все сейчас это покипит 5-7 минут и я выключу суп готов на все про все уйдет 40 минут ну побольше может быть 50 это все зависит от того как у нас закипит вода посуду я все пока варю всегда мою вот очень удобно сейчас вот выключу камеру и помою уже сковороду первое время надо помешать чтобы наши макароны не прилипли к дну первые 2-3 минуты надо обязательно помешивать иначе могут прилипнуть они просто такой быстренький суп получается как бы экономно много не надо мясо добавлять я говорю можно даже когда бывают такие времена что там немножко не хватает финансов можно даже обжарить спинки тоже суп будет очень вкусный просто бывает вообще такой желтенький желтенький суп на сегодня у меня морковного цвета у нас время у вас опять часы сбились время 5 часов мы собрались ехать по готову потому что алина сегодня пришла и говорит мама у меня ноги мерзнут у нее же обувь типа кроссовочек а там вообще не меховушки ничего нету такой сплошной дермантин ну и вот а Вася говорит я на выходные не поеду у него столько работы у нас на выходные обещают хорошую погоду вот поехал детей еще отъехать просто в общем Вася говорит я на выходные никуда не поеду как хотите я буду давай тогда сегодня съездим у ребенка ноги мерзнут пойдем что-нибудь купим еще надо есть шапку шарфиком купить я бы хотела найти конечно комплектиком сразу чтобы была шапочка и снут вот этот я могу вязать но у меня шапки получаются рыхлые они на голове не держатся и дети не хотят их носить как бы я не вязала я вяжу очень слабо как-то у меня рыхлые получаются шапки я много вязала всяких разных помнишь папа дети вообще не носят не хотят носить одна Дариночка вон молодец одевает мои безрукавки хоть три штучки там ее Алинина и Настина вот ну сейчас ребятишек ждем Алина их побежала одевать Вася говорит нога болит не пойду ну разрешают забирать детям старшим но только если мам папа рядом ну вот мы за Томочкой я ходила Алина посадила их нет ли там на горшок ну в общем все поедем мы в Богото ребятишек с собой забираем потому что куда их девать вон они и пришли посадят меня да посади Женю все собираемся все собираемся ну все собираемся Санечка Санечка а ты что делаешь? собачку вообще-то хотела я сделать но она сама что-то ты сказала я уже не буду делать нет пришлось прям пришлось Алиша я ж тебя жду мы ждем Алину с ее новыми сапогами они конечно лучше бы смотрелись в джинсах ну или в брючках а сейчас на голову ногу не тот вид будет совсем у меня фиолетовая собачка вот так кучки делать а вот так и носик делать оцените какие какие Алина купила себе ну конечно их нашла как всегда кто? мама там другину не замшевую но под таким дорогом как нам ходить это конечно нет замшевые у нас не пойдут вот у меня есть есть Женя вообще-то мы как бы с Алиной разговариваем ты всегда вот так вот делаешь тут есть такие и такие классные да угу за максимумные отсечники да 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 обычная цена у нас в хорошем там на втором этаже вот такой обуви ну которая вот не сильно на холодные стоит тысячу эти тысячи семьсот ну значит и не получше маленько да ну все вот такая вещь у нас красавица будет ходить и сделать и сделать и сделать нравится да все детей мучили туда ездили мам, я как бы золотую собаку сделала вот какой у меня есть цвет ну ладно, ладно, делай вообще-то у меня почему золотой а это попался в шапке попался в шапке ну иди сюда покажи мне поближе иди не снимала как мы приехали ой, Тома плакала 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 совсем голодная собачку делай побежала перестирала уже все куртки вон как плед сушил что ты хочешь, доча? что? так Тома нельзя трогать Санин она и так прячет все у нас все прячет только Саня и Дарина больше никто дальше уже выставили оценки за первую четверть она показывать не хочет ну и я тоже не хотела бы показывать скажу на словах там ужас что творится просто ужас по математике тебе выставили? так и не выставили еще ой, Дарька, Дарька делаешь уроки? ну ладно, делай вот так вот у нас проходит день скоро мы будем пить чай уже и спать опять она делает здесь уроки где она? она каждый день будет делать уроки я просто тут помяла кто вас оттуда выгнал? папа? папа, ты их там распорядился чтоб не мешали? я их туда выгнала Алина выгнала ну чё, папочка мы с тобой будем прощаться со всеми? а какой тебе зачем боль? так и болит ой, там она золотой сама скажу всем до свидания сейчас буду мыть посуду сегодня я решила в очередной раз передать привет и тем кто получил больше всех лайков мне почему-то кажется это приятно будет тем, кто написал такие комментарии которые всем понравились вот Марина Пелевина Катюша, спасибо просто Мария влог Катя 777 Катя живет в Москве у неё канал Настя Наумкина Женя так идёт без чёлки да, Жене лицо вообще поменялось и сразу стало заметно что она действительно там то ли с Кавказа папа у неё то ли Средней Азии да, Галина, попробую рассказать как-нибудь спасибо Амина иногда получается что 2-3 видео в день да, таблетки нам выдают конечно но они не слабоватые ну как бы и побочных эффектов у них много спасибо большое Наталья Граво Марина Мар да, Тома очень сильно похожа на Алену я тоже это заметила заметила когда крестили мы Томочку спасибо спасибо Джокоб Людмила, Людмила привет вам моя семья жизнь необычной мамы это тоже канал здесь в Красноярском крае живут они все спасибо все спасибо большое в следующий раз обычные приветы просто мне так захотелось тем кто вот столько лайков получил передать им таким образом Валентина Валентина спасибо вам большое Ольга Рудчик а о так о и о и Продолжение следует...